друзья всем привет только что я закончил красить тигров для диорамы ну конечно руки в кадре нормально и пока они подсыхают базовый слой на них я решил немножко потренироваться в сколах для этого у меня есть вот такой вот подопытный образец и именно него я буду их наносить потребуется мне что потребуется мне губка потребуется мне кисть очень тонкая конечно же палитра и немного красок это черный это вот такой вот цвет не знаю его название но это что-то около белого но не белый ну соответственно чуть-чуть цвета ржавчины старый и вот такой вот потому что я буду наносить на два разных цвета сколы чтобы показать вам как это все будет выглядеть в чем заключается этот способ он очень простой для начала нужно прям вот так вот руками оторвать кусочек губки обязательно руками они отрезать чтобы поверхность была неоднородная далее мы смотрим на базовый цвет у нас здесь базовый цвет чего-то типа светло бледно песочно коричневый но неважно и я буду сначала наносить не скола а подложку под них с помощью вот такого светлого цвета нужно просто взять и в базовый цвет добавить белого чтобы сделать его светлее но я не помню что все наносил поэтому возьму вот такое беру и немножко все это вот так вот в палитру наливаю далее разбавляю буквально 1 капельки воды будет достаточно теперь для того чтобы мне было удобно возьму пинцет зажимом зажму в него губку так чтобы вот эти вот все ворсинистые части они были наружу вот примерно вот так вот и зажимаю соответственно чтобы мне это все не держать теперь просто беру и промакиваю полностью в губку вот так вот излишки если что можно вот так вот по салфетку промокнуть теперь с помощью этой губки я буду наносить сколы то есть это не совсем скола эта подложка под них вот так вот аккуратно начиная с краев никуда вообще не торопясь все это дело я наношу немножко вот сюда в серединку обязательно края хорошенько чтобы было все вот так вот красиво и нанесу еще чуть-чуть вот сюда вот видите вот это уже крупновато поэтому нужно максимально аккуратно работать губкой теперь для наглядности я нанесу то же самое на вот этот вот темно-красно-бордовый цвет для этого возьму соответственно его это burn red какой-то добавляю прям одну даже не капельку ой ну конечно перебор теперь беру вот этот вот светлый и моя цель сделать так чтобы вот этот основной цвет он был максимально такой светлый то есть я беру чуть-чуть на губку и все это дело вот так вот замешиваю чтобы получился очень легкий пастельный оттенок то есть это будет тот слой сколотой краски теперь я замешаю цвет с помощью которого и буду эти сколы прорисовывать для этого возьму чутка прям черного вот столько хватит точно такое же количеству цвета темная ржавчина и немножко какой-то светлой краски и с небольшим количеством воды все это дело перемешиваю для того чтобы получился вот такой темно-серый даже можно еще чуть-чуть добавить черного чтобы он был потемнее кисть у меня максимально тонкая она из натурального волоса синтетику лучше не использовать потому что она очень плохо набирает в себя краску и получится мазня они сколы и с помощью вот этого цвета я буду потихоньку все это дело обводить оставляя небольшую кромку беру небольшое количество краски на кисть и начинаю все это прорисовывать вот таким вот образом нету какой-то большой цели максимально точно все это обвести главное чтобы были видны вот эти мелкие сколы и также была видна вот эту подложку которую я нанес до этого периодически кисть я немножко промываю воде обычной для того чтобы краска не забивалась и не засыхал на ней это достаточно долгий и трудоемкий процесс который рассчитан только на вашу аккуратность вот такой вот результат у меня получился с этой стороны немножко получше выглядит потому что тут я все сделал через камеру практически но в целом думаю способ вам показал этому необходимо учиться этому необходимо тренироваться я вот иногда беру тренируюсь пока что получается не фонтан не то что я хотел бы но что-то вроде получается пишите в комментарии какой обучающий видеоролик еще снять нравится ли вам вообще вот такая вот тема и в принципе на этом все всем пока